ребята всем привет итак мы обсудим сегодня тему важности пищевой мотивации и игровой мотивации для выстраивания каких-либо поведений которые вам надо то есть команда опять же если мы берем щенка маленького щенка нам важно чтобы щенок получал необходимую пищу до усваивался развивался его организм соответственно как бы ограничивать его в этом нельзя то же самое с игрушками у щенка должно быть в как бы в детстве все то есть достаточное количество еды достаточное количество игрушек то есть ограничивать его не надо очень многие сразу делают ошибку начинает как-то ограничивать возрасте пяти шести месяцев семи месяцев зависимости от собаки это все с учетом того что у собаки нету никаких проблем со здоровьем нам очень важно поменять сам сам само понимание собаки что такое еда и игра это очень важно на самом деле вы все должны задуматься то есть я привожу к вам пример неправильно выстраивать допустим взаимоотношения следующее что человек ходит на работу но деньги сам по себе он не ценит они ему не ну не нужны то есть имеется ввиду он зарабатывает идет на работу допустим родители его полностью обеспечивают дают ему там допустим тысячу долларов в месяц и говорят но теперь ты идешь на работу там я не знаю ты же должен работать там учиться все станет и там больше 100 долларов получать мотивация человека работать со 100 долларов когда у него дома лежит 1000 долларов ну вообще ему как бы не интересно или наоборот мы человека ограничиваем очень сильно и человек ходит готов работать просто так скажем изнемогая но он тоже не до конца будет счастлив потому что он работает он работает ради денег и он уже как бы сами деньги ценят они получают удовольствие и от самого процесса работы и от того что он там допустим может потратить да то есть более спокойно и вот тут то же самое самый момент с кормлением собак очень часто бывает такой момент приходит человек на площадку если конечно собаки нету поведения в поведении каких-то проблем предлагает еду ну а щенок как бы дома получает там ну это живу и 5 6 месяцев получает достаточное количество еды и мы выходим у него дома миска с едой стоит и мы выходим на улице и говорим на вы теперь ради еды давай старайся давай что-то дело на это ну как бы ну если ты меня уговоришь очень сильно но очень постараюсь но я там пару кусков съем но все равно он будет не сосредоточен на ваших действиях потому что как бы ему интересно все кроме кроме той же вашей еды поэтому здесь очень важно выдерживать баланс имеется ввиду что мы должны как бы не все скармливать собаки с с миски то есть образно говоря у вас утром нету времени и вы торопитесь вы собаку покормили до чтобы она была не голодной вечером вы выходите допустим берете ту пайку которую вы хотели скормить вечером выходите вечером соберете с собой и начинаете как бы работать до со щенком на улице вы начинаете работать со щенком на улице и он допустим лета я не хочу ну я не хочу там два куска съел говорит я пойду заниматься своими делами и очень многие люди ну окей типа не хочешь там потанцевали уговорили его 5 бубочек съесть пришли домой покормили и все нормально это неправильно если щенок не хочет работать на улице за еду вы домой приходите вы его не кормить на следующее утро вы его тоже не кормите но опять же это не раньше 5 6 месяцев и опять же его не кормить и выходите следующий раз вечером и говорите а теперь ты будешь работать теперь ты ценишь еду ну и тут уже нужно смотреть по собаке допустим она там съела там грубо говоря там какое-то количество то есть вы должны объяснить собаки что еду нужно заработать и это нормально не забывайте что как бы мы ходим работаем зарабатываем деньги и если мы не ходим мы как бы на работу и не работаем качественно мы как бы не не получаем зарплату то же самое по собакам ну и то же самое с игрушками допустим люди или начинает засыпать собаку игрушками доме у собаки кучу-кучу игрушек и она дома играется выходят потом на улице или наоборот ограничивают и собака выходит получает какую-то фрустрацию да ей не додают и она думает не упражнение которое нужно выполнять она думает как бы быстрее забрать мяч поэтому допустим у вас какие-то дома есть игрушки ну такие обычные не не для не для занятия то не мячики там какие-то там безопасные канатики какие-то штуки ну такое а вот именно мячик который как бы ну для занятий он появляется только на на занятии то есть вы выходите вот у меня мячик и давай за него работать или там ту же вот поэтому учтите это как бы выстраиваете так взаимоотношения с собакой чтобы она ценила вознаграждение которые вы ей даете за работу подписывайтесь на мой канал ставьте лайк до новых встреч пока пока